Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Колян. Наконец-то у меня появился долгожданный iPhone X. Многие его называют как iPhone X. И да, в этом году я немного опоздал с предзаказом, но получилось все очень даже не зря. Почему? Я вам расскажу в этом видео. Расскажу, как я сэкономил 5000 рублей. Поделюсь с вами этой информацией. Может быть, кто-то из вас тоже захочет также экономить. Сделаем небольшой обзор и сравнение с предыдущей моделью компании Apple. А также расскажу вам о всех аксессуарах, которые здесь у меня лежат. Поехали! Многие почему-то до сих пор еще не знают, как правильно нужно экономить в интернете. Я расскажу лично о своих инструментах, которые использую для покупок в интернете, чтобы сэкономить. Во-первых, я ищу изначально цены, где будет самая низкая цена во всех магазинах. Возможно, многие из вас это делают. Во-вторых, я никогда не плачу наличными. Я использую для этого бонусную карту Кукуруза. Почему? Потому что туда возвращается хороший кэшбэк. У меня подключена там какая-то двойная выгода. И таким образом я возвращаю себе 3% с покупки. Это уже неплохо. Во-вторых, я использую кэшбэк Letyshops. Все ссылки на вот эти все инструменты я оставлю в описании. Если что, переходите, регистрируйтесь и тоже начинайте экономить. С Letyshops я в данном случае сэкономил 666 рублей, если не ошибаюсь. На Кукурузу мне вернулось где-то около 1500 рублей. Хотя изначально я считал, что должно вернуться где-то 1750 рублей. Но там получилось так, что есть некие лимиты в месяц. И далее я смотрел по бонусной программе лояльности. То есть, какой магазин может предоставить мне как можно больше какие-то бонусы. И вот в данном случае мне MVideo предоставил 2666 бонусных баллов, которые я могу полностью потратить на следующую покупку до 100%. Я ни в коем случае сейчас не рекламирую компанию MVideo. Я просто рассказываю о том, что мне было там купить выгодно. Такими способами я сэкономил порядка 5000 рублей. Если когда я покупал кофемашину, мне было выгодно приобрести ее в Медиамаркте, потому что мне вернулся туда бонус на карту Медиамаркта около 12 тысяч рублей. И это уже тоже неплохо. Итак, друзья, ну вот я с вами поделился нужной информацией. Пользуйтесь, инструменты очень классные, они работают. Все ссылки будут в описании. Экономьте деньги в интернете, потому что это реально выгодно. Это же ваши деньги. А теперь не будем тянуть, перейдем к распаковке данного телефона. Аккуратненько снимаем первую пленочку с телефона. Так, пока что коробку сюда. И смотрим. Вот он. Вот он красавец. Вообще просто... Вообще у меня нет слов. У меня просто одни эмоции. Очень классный дизайн. Вот эта хромированная по бокам окантовка просто вообще... Это просто как, не знаю, хром настоящий. Круто. Я на самом деле уже держал в руках. Айфон это десятый. Мне очень понравился. Но когда ты открываешь свой купленный в запечатанной упаковке, вот это прям первое впечатление, это вообще вау. Это просто, не знаю. Даже если я вот попользуюсь этим телефоном какое-то время, и потом вновь опять открою какой-то запечатанный такой вот телефончик, блин, это будут вновь те же самые ощущения. Вообще просто класс. Ну, все, давайте-то его включим. Сейчас посмотрим. Кнопку большую сделали. Именно включение дисплея. Это класс. Вообще очень удобно. Первый запуск. Был значок. Логотип компании Apple. Вот он вновь появился. Ну, пока он включается, быстренько пробежимся по аксессуарам. Ну, тут на самом деле все то же самое. Блин, вы посмотрите, какой экран. Вот у меня ладошка. И вот экран. Вот просто на всю область. Блин, это вообще класс. То, что многим вот это не нравится, вообще не слушайте. Это, я не знаю, какие-то люди ограниченные, которым надо вот все вечно. Где-то здесь закругленное, здесь закругленное. Блин, наверное, неспроста Apple так сделал. Вы посмотрите, сколько по презентации компании Apple, сколько здесь установлено датчиков. Видимо, не так все это просто было. Вот, к тому же, на самом деле, вот эта вот выемка, которая идет сейчас на 10-х айфонах с этим дисплеем, это своего рода у них будет сейчас такая фишка. Вот, вы увидите во многих там рекламах, плакатах, это будет как, именно как фишка. Спереди сразу будет понятно, какой это смартфон. Блин, ну, конечно, дисплей вообще шик, просто шик. Так, все, его сейчас надо тут настраивать. Пробежимся немножко быстренько по аксессуарам. Здесь, на самом деле, ничего нет нового. Все то же самое. Зарядник 1-амперный. Тут, в принципе, вся инструкция. Привет. Ну, возможно, новенькая инструкция, потому что 10-й айфон, как бы никто не знает еще, как им пользоваться. Я, в принципе, тоже. Вот, наушники с лайтингом, как всегда. Переходник и кабель. Ну что, давайте попробуем настроить его, активировать и уже приступим именно к самим функциям телефона. Многие из вас могут подумать, что я сумасшедший, купив телефон за 80 тысяч. Но, на самом деле, я не один такой. В Москве, на Тверской улице, выстроилась огромная очередь за новыми айфонами. Люди ждут возле магазина старта продаж юбилейной новинки от Apple iPhone X. Места в очереди начали занимать почти за двое суток. Покупатели дежурят сменами. Некоторые даже принесли с собой складные стулья, еду и термосы. Итак, друзья, зачем у меня здесь столько лежит аксессуаров? Ну, во-первых, начнем с малого. Помимо того, что я очень хорошо сэкономил и мне компания MVideo начислила хороший, так скажем, бонус, так помимо этого, они еще мне дали в подарок вот такой вот спиннер за длительное ожидание. Потому что я попал не в первую волну предзаказа, а во вторую. Но хотя следил за товаром, я еще именно с 27 октября, по-моему, если не ошибаюсь. Поэтому спиннер, в принципе, вещь такая безделушка. У меня когда-то был, я подарил одному племяннику. Вот. Ну, думаю, что этот я тоже кому-то из молодежи подарю. Поэтому пускай лежит, пить есть не просит. Когда компания Apple нам в сентябре представила новый iPhone X, я сразу точно понял, что его нужно брать. Вот. И сразу же, чтобы, опять же, сэкономить на покупках аксессуаров, я решил заказать на Алиэкспрессе несколько таких прикольных аксессуаров. Ну, во-первых, это чехлы вот такие вот силиконовые. Я их сразу взял два, потому что они быстро очень красятся, темнеют. И очень даже неплохо смотрится данный чехольчик. Вот. Далее взял вот такую вот прикольную штуку. Один разъем вы вставляете вот сюда вот, для подключения к зарядке, да. Вот. И далее у вас идет такой вот разветвитель. Выход на наушники и на зарядку. То есть, таким образом вы можете сразу одновременно слушать музыку и заряжать свой телефон. Штука рабочая, стоит копейки. Чехлы, в принципе, тоже. Если кому интересно, тоже все ссылки будут в описании. И далее самое интересное. Все мы с вами знаем, что iPhone 8, 8 Plus и iPhone 10, они поддерживают беспроводную зарядку. Ну и вот я решил попробовать. Взял такую самую недорогую, но в принципе фирменную зарядку. И хочу попробовать, будет ли заряжаться. Потому что Apple же любит писать такое уведомление. Ваш аксессуар не поддерживается. Давайте посмотрим, проверим. Итак, друзья, как видите, есть некий вот такой вот блинчик. Провод у него в комплекте идет. Я подключил к зарядке, ну, в розетку 220 вольт. И вот у нас, собственно, наш iPhone. Давайте попробуем сейчас положить и посмотреть, будет ли поддерживать беспроводную зарядку. Кладем. Как видите, все круто работает. Даже снизу на блинчике загорается такая вот подсветка. Сейчас мы, если уберем, то она, соответственно, должна потухнуть. Вот, она потухла. Опять кладем. И видим, что все, вновь пошла зарядка. Загорелась внизу подсветочка. И все классно. Телефон у нас заряжается. Apple компания не подвела с беспроводной зарядкой. Очень круто, удобно. Правда, нужно было это сделать еще года два, наверное, назад. Итак, друзья, ну что я могу сказать? Аппарат реально вообще классный. Мне очень все в нем нравится. И я не знаю, как многие говорят, что типа, ну, я не вижу в нем никаких отличий. Да, возможно, где-то вы вот так вот не увидите прям кардинальных каких-то отличий. Потому что на самом деле все, в принципе, ну, как бы тот же самый, как вот Windows. Вы пользуетесь компьютером. И у вашего друга тоже компьютер на, допустим, Windows, да, в большинстве случаев. Ну, как бы вы не увидите никакой разницы. Но, допустим, у друга может компьютер работать быстрее. Там есть некоторые функции. Вот то же самое здесь. Я больше чем уверен, что этот телефон намного круче фотографирует. Давайте мы это и проверим. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравился ролик и он был вам полезен, то поддержите меня лайком. Я для вас старался. Обязательно подписывайтесь на канал. Скоро здесь будет предновогодний розыгрыш с кучей подарков. И не упустите этот момент. На сегодня все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok